Всем привет, ребята, с вами распаковочка-упаковочки, и сегодня я хотела бы рассказать вам о своей покупочке в магазине Leroy Merlin. И эта покупочка была такой бежевенькой, большой, а какой именно, вы сейчас сами все увидите. Только, так сказать, да покажу чек. Это картина для белья, ротанг, я надеюсь, я правильно читаю. Я не раз встречала такое название, надо бы как-то поинтересоваться, что оно значит. Мне кажется, это как раз-таки уже оттеночек, значит. То есть он бежевый, но какой-то, наверное, оттенок бежевого. Итого состояла 857 именно эта картина, и о ней пойдет речь. Вот так вот выглядит картина изнутри. Если честно, все, что я успела, это только обтереть внешнюю часть, внутреннюю часть я не трогала. Ну, посмотрим. Вот так она выглядит изнутри. И, собственно, то, что я и начинала вам показывать. Вот здесь идет крышка, она закрывается. Сейчас я покажу, как именно. В принципе, я пытаюсь определить цвет, но это при моем том свете, который я имею сейчас в комнате. Слава богу, вот мы еще лампочки купили. Вот, все встало, так сказать, на свои места. Но даже и при этом освещение я понять толком не могу. Это какой-то желто-белый цвет или желто-коричнево-белый цвет. В общем, какой этот цвет понять мне, к сожалению, пока невозможно. Я надеюсь, через камеру вам удастся больше понять, что это. Ну, какой-то, знаете, вот такой вот нечеткий с белым смешанный цвет, скажем так. Вот, потому что камера, мне кажется, передает одно, а мне вот тут видно, ну, не то чтобы совершенно другое, но оттеночек явно, мне кажется, светлее, чем вот вы сейчас видите на видео. Да, внутри есть вот такая наклеечка, здесь сказано о названии, то есть это корзина для белья, объем ее 60 литров и то, что она с крышкой и цветом бежевым. Так, материал у нас полипропилен, изделие хозяйственно-бытового назначения из полимерных материалов. Ну, и все остальное, поставщик, адрес, я так поняла, производства, и сделано вот это вот все в России. Но выглядит вот таким вот образом, я решила вам показать поближе, но, правда, не обращайте внимания, я все равно сейчас пойду эту корзину мыть. Да, она у меня уже какое-то время постояла, ну, что поделаешь. Да, кстати, я вам сказала, что это моя покупочка, но, скорее всего, это моя идея вместе с идеей Стаса, а Стас уже, так сказать, воплотил ее в жизнь. Вот, я с ним в этот раз в магазин не ездила, так что покупочка, можно так сказать, такая себе моя. Это, в общем, покупочка Станислава, но, так сказать, наша была идея общая, вот так вот скажем, чтобы быть точными. Так, вот так вот. Вот так вот вам, наверное, ясно, что здесь такие вот длинные-длинные прямоугольники, но, на самом деле, это просто приближение, а так они небольшие, они где-то в длину один сантиметр. Вот. Сейчас покажу с другого ракурса. Это вид корзинки сзади, то есть такая же штука спереди, но ее можно вот открыть. Эту штуку открыть нельзя, потому что, соответственно, это ее задник. Вот, назовем ее так, его точнее. Здесь сделано типа плетения. Вот, на самом деле, мы понимаем все, что это не плетение, а только имитация этого плетения. Вот. Ну, даже вот здесь, вот, знаете, непонятен цвет, да? Вам он отдает, как будто серовато-белый, но, на самом деле, он такой, знаете, какая-то грязноватая охра, но, причем, очень светлая охра. Справа и слева есть такие отверстия, за которые, я так понимаю, можно перетаскивать эту корзину, чтобы было удобно брать, потому что она действительно большая, она высокая достаточно. Вот. Чтобы пользоваться было удобнее, сделаны вот такие прорези. Но, как мы видим, слева они... Ну, вот, слева уже видим недостатки, да? Немножко недоделка. Вот, вот здесь вот сверху и сбоку, ближе к низу. Вот. Тут ничего не видно будет. Давайте посмотрим вот так вот. Вот. Ну, более-менее что-то видно. Так. Смотрите, какие еще есть дефектики. По правому, так сказать, курсу вы видите подобные предыдущему кадру дефекты, но уже на самой вот этой вот всей площади данной корзины. Как будто это какие-то рты, которые разговаривают из, не знаю, из бездны с нами. Видите? Они сделаны неровно, не так, как вот справа, например, сейчас я вам показываю. Чуть левее от этих ртов мы видим сделанные более аккуратно, но тоже недоделанные. Наши прямоугольники превращаются в какие-то треугольники, причем положенные, так сказать, на правую лопасть. Вот так вот выглядит корзина, если на нее смотреть, скажем так, с фасада. Это как раз то, что я вам показывала, как открывается крышка. Я вам сейчас поближе это все дело покажу. Но отверстие вы уже видели, потому что я вам показывала задник. И какой-то уже, имеете представление о ней. О ней. Я все время говорю о ней. О нем. Вот она, эта штучка. Здесь то, что я вам показывала ранее тоже, это наклеечка. Она выполнена с этой, с передней стороны, но внутренней части. Здесь опять же идет плетение, плетение, плетение. В принципе, именно этим плетением и выполнена вся корзина. Вот. За исключением верха. А, нет, хотя мне так показалось, что верх выполнен в каком-то другом стиле. На самом деле, вроде стиль похожий. Наверное, один и тот же даже. Так. Да. Ну и сейчас мы открываем, так сказать, это все дело. Просто показываю, какой звук. На всякий случай надо, кому не надо. Если ее отпускать, она вот так вот будет шлепать. А если просто опускать медленно, то звука, в принципе, никакого особо нет. Вот. Донышко у данной вещи выполнено вот в таком вот стиле. То есть это какие-то кружочки. Их четыре штучки. Вот. И вот по всей они слева-справа и снизу-сверху. Вот они. Эти кружочки. Я не знаю, почему они такие. Вроде я их оттирала. Вот. И они все равно какие-то грязные. Может, они такими и были. Но они, знаете, они не то чтобы грязные, они немножко шершавые. И, видимо, то, что они немножко затерлись, да, и вот эти места, они впитали вот какую-то такую небольшую грязь. Вот. Ну, не знаю. Может быть, пока я буду мыть их. Мыть их. В общем, этот товар буду отмывать. То, возможно, что-нибудь и получится отмыть до конца. Вот. Ну, в принципе, наверное, это все, что я хотела вам показать. Тут больше ничего, наверное, интересного нету. Ну, я надеюсь, что показала максимум из того, что было возможно. Подумала-подумала, вот так вот, наверное, будет понятнее показать с данного ракурса. То есть в полную, так скажем, ну, полную площадь вот этого всего объекта с задней части, с задней стороны. То есть это я показываю вам донышко. А, еще знаете, что меня удивило? Вот эти вот штуки, они как будто здесь что-то было. Здесь два каких-то то ли отверстия, то ли чего. Они как будто сбиты полностью. Это вот у нас на серединке идет. Вот. Слева и справа. Я не знаю, что это, но, короче, очень странно выглядят эти две отметины. Ну, в принципе, нам это не так важно. Это снизу. Вот. А так, в принципе, предмет нужный, годный. И по такой цене я считаю очень даже хороший. Так что спасибо Лероя Мерлин, спасибо мужу, что он подобрал такой классный продукт для нашей семьи. Вот. Спасибо вам большое. Если вам понравился этот ролик, я буду рада, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал и приходите за следующей порцией интересных видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok